И вдруг Планер начинает уже так опускать нос, разгоняться, начинает нарастать скорость. Но все же мы знаем, что скорость как? Ручку на себя. А вот он дает ручку на себя, я даю. А толку никакого. Вот ручка на себя. А толку никакого. Ручка на себя. Толку никакого. Ааа, мы все умрем. Ага, стопа. Так, ручка влево. И никаких проблем. Поднять нос, бросить скорость. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Несмотря на мрачный заголовок, у меня для вас 4 новости и все хорошие. Первая новость. У нас не работает двигатель. А значит, нечему ломаться. Ведь мы летаем без двигателя, мы Планер. Вторая хорошая новость. То, что я вам сейчас расскажу, как можно бесплатно выучиться на коммерческого пилота и возить пассажиров. А третья хорошая новость в том, что те, кто из вас, кто боялся летать на самолетах, через 15 минут перестанут делать это неосознанно. Кто со мной не знаком, я Игорь Волков. Я с детства мечтал летать, но врачи до СААП сказали, что мне это не дано. Но я же... Как ты летаю? У-у. Не дано. Но я, однако, выучился летать вопреки системе. Как видите, летаю. И как летаю? На Планере? Я летаю без двигателя, на энергии природы, как птица. Сначала на параплане, потом на планере, потом на легком самолете. И в небе я уже 9 тысяч часов. Настоящая мечта летать сбывается, я проверил. Но повезло мне еще больше. Создавая летные школы, написав книжку «Мечта летать», я косвенным образом стал причастен к первому полету более 3 тысяч человек. 10 из них летают в большой авиации и водят авиалайнеры с пассажирами. И это для вас четвертая хорошая новость, потому что это самые безопасные пилоты в мире. Они профессионалы. Они умеют летать без двигателя. Им совсем не будет несложно приземлить авиалайнер в кукурузное поле и на следующий день получить звезды героев от президента, даже не зажидаясь окончания расследования аварии. Они профессионалы. Они люди, которые не только мечтают летать, но и летают. И делают это не только ради денег, а по призванию души. С интересом, с жаждой нового, с желанием учиться дальше. Мои друзья, настоящие летчики, с детской радостью возвращаются в мир настоящего полета безмоторного, чтобы сыграть с небом очередную партию небесные шахматы. Да, нам приходится много думать, но вот в этом-то интерес. То есть, я не знаю, сколько-то уже часов прошло, 5 часов после взлета прошло, но для меня это какие-то минуты шахматы, безумно красивая игра с природой. К сожалению, летчики, особенно легкой авиации, ходят и по другой грани. Голодная сфора журналистов готова всегда сделать черное белым. И заказных репортажей о небесных убийцах госканала на штополе немало. Готовят и бывают, видя, к тому, что скоро эти летуны посыпятся с неба на их даче. И хорошо бы это все бодренько запретить. Оцените иронию судьбы. Недавно мне звонила журналисточка и таким гелейным голосочком говорила, Игорь Владимирович, пожалуйста, помогите разоблачить авиапреступников. Они же, говорят, летают на этих парапланов, возят пассажиров и все это делают и без лицензии, и без сертификации. Представляете? Давайте мы с вами вдвоем поедем и их разоблачим. Да? Прекрасно понимаю. Потому что когда-то в 1998 году именно я делал первую лицензию на параплан и создавал систему сдачи экзаменов и проверки знаний, которая по сей день работает. Знаете почему? Потому что государственная до сих пор нет. Эта журналистка, она меня, честно говоря, раззадорила. То есть мне вот стало настолько противно, что вот собираются такие вещи, что вместо того, чтобы что-то развивать, вот такие репортажи, давайте мы их поймаем, давайте мы, да не устанете ловить. Противно. И я решил сделать ролик о том, а кто же на самом деле-то виноват в том, что летать иногда опасно. Вы не поверите. Сейчас вы все увидите. Друзья, мой канал о позитивной мечте летать. Я не люблю множить негатив. Но сейчас я даже рад, что журналистка меня так раззадорила. Я не поленился разобраться в теме и снять ролик. Через 15 минут вы на самом деле узнаете, кто готовит хороших летчиков, а кто потенциальных убить. Как всегда в нашем любимом стиле, просто о сложном, мы поговорим о восхитительном мире авиации, теперь чуть-чуть большой авиации. И если вам понравится, делитесь с друзьями. А сейчас погнали! Для начала скажу банальную истину. Все ошибаются. Ой. Ну все люди ошибаются. Даже пилоты. Ни человек, ведь не машина. Но как раз машины, автоматика, перекрестные системы проверки и контроля позволяют существенно уменьшить последствия и возможность ошибок в авиации. У нашего планера есть двигатель, который сейчас спит в фюзеляже. Он убран в фюзеляж. И мы его можем использовать в какой-нибудь критической ситуации. Например, если бы попали на горизонте в грозу какую-нибудь, потеряли высоту и не могли бы прилететь на наш аэродром. На аэродром вы наблюдаете внизу. Запуск этого двигателя несложен. Снабжен определенным количеством защит. Потому что, представляете, если я сейчас возьму и нечаянно запущу мотор, который лежит в фюзеляже, он просто разнесет фюзеляж, планер развалится, я выбрыгну с парашютом. В общем, все хорошо, но не очень. Вот я сейчас, например, включу зажигание. Оп. Видите, загорелось. Выпустит двигатель. Я убираю. Нажимаю на кнопочку выпустить двигатель. Происходит что? Видите? Сзади. Сейчас появится, выходит двигатель. И вот, допустим, по какой-то причине двигатель не дошел. Смотрите, сейчас, на данный момент, не горит лампочка, двигатель выпущен. Если я сейчас включу зажигание, слышите? Опять предупреждение. Выпусти двигатель. И вот я сейчас перевожу тумблер, двигатель дойдет до конца, загорится, зеленая лампочка. Оп. Все. Можно запускать двигатель. Но, опять же, запустить двигатель мне мешает что? Тормоз винта. Я поднимаю вот эту ручку. И теперь только у меня есть допуск кнопки стартера. После этого я включаю зажигание. И вот сейчас я могу нажать на кнопку стартера и покрутить мотор. Автоматика этого планера мне очень нравится. Она позволяет в случае запуска двигателя существенно снизить нагрузку на пилота, то есть на меня. И надо понимать, что двигатель чаще всего пускается на малых высотах. То есть мы летим по маршруту и в случае каких-то ухудшения метеоусловий, невозможности продолжения полета мы находим поляну, большую, на которой мы можем приземлиться. И над этой поляной мы запускаем мотор. Он или запускается, мы летим дальше, или мы приземляемся на поляну. Вот такой принцип полета планера. Никогда двигатель у планера не запускают там, где нет возможности приземлиться. Это грубейшее нарушение безопасности. Большой авиации стремятся минимизировать риск человеческого фактора. Современный авиалайнер все больше и больше приближается к почти автоматической системе, в которой риск от ошибок пилотов сведен к минимуму. Но как бы не хотелось инженерам убрать с самолета пилотов, у них это не получится. Потому что техника тоже когда-нибудь берет, да, отказывает. И тогда именно человек с его хитрым вычислительным центром способен интуитивно принять верное решение, даже если оно не прописано в списке и не отрабатывалось на бесконечных тренажерах. Настоящий пилот чуть-чуть супермен. И именно он способен спасти самолеты в вашу жизнь в ситуации, когда что-то пойдет не так. Вы спросите, как воспитать такого супермена? Проче простого. Нужно начать с мечты летать. В этом трейлере в 2016 году жили мои друзья Турели Шарлот. Они так же, как и я, мечтали летать. И в 16 лет пошли в аэроклуб и выучились сначала на планере, а потом и на самолете. Это было не бесплатно. Они работали и использовали дотации от государства, которая при обучении молодежи во Франции компенсирует до 70% затрат. Чтобы пойти в большую авиацию, необходимо получить лицензию коммерческого пилота ЦПЛ. И только для того, чтобы начать обучение, помимо денег, нужно еще 250 часов налета. Для того, чтобы получить этот налет, Турели Шарлот год жили на аэродроме и таскали за своим самолетиком безмоторные планера. Эти пара часов в день буквально золотой налет, потому что это огромное количество взлетов и посадок и часто в очень непростых метеоусловиях с заходами от склона, с попутным ветром и все это с длинной 50-метровой веревкой на хвосте самолета. Сколько же нужно налета, чтобы сесть за штурвал авиалайнера? В США редко берут на пассажирской авиалинии пилотов с налетом менее полутора тысяч часов. В Европе чуть все попроще, но все равно налет значительно больше, чем те жалкие 150 часов, с которыми выпускаются и идут на пассажирские линии ученики российских государственных учебных заведений. Я только порадовался, когда через год учебы Дуэль и Шарлотт стали коммерческими пилотами и успешно работают, пробуя все грани коммерческой авиации. От выброски парашютистов на турбопробе Пилатус до полетов на сверкающем бизнес-джете. Наматывая вторую тысячу часов, они уверенно растут, как коммерческие пилоты, но заметьте, пока еще не возят сотнями пассажиров. Я мечтаю полететь рейсом Air France, когда они будут украшать борт. Это будет самый спокойный рейс в моей жизни, потому что я знаю, что Турель и Шарлотт великолепные пилоты, способные быстро и верно принимать правильные решения в самой сложной ситуации. Я спокоен за их пассажиров. К слову, все широкоизвестные удачные посадки авиалайнеров с полностью отказавшими двигателями, это Чудо на Гудзоне и планер Гимли, выполненные пилотами, имеющими планерный опыт. Мудрые авиакомпании широко приветствуют желание пилотов летать на планере. За планерный опыт часто выплачивается надбавка, а пилотам, желающим научиться летать на планере, оплачивается обучения. И все это очень-очень правильно, но в другой стране. Возможно ли такое в России? Нет. На данный момент в России невозможно получить лицензию коммерческого пилота вне стен государственного заведения. Хотите в России работать в авиации? Вперед 3-4 года за парту. И за эти годы вы не только налетаете жалкие 150 часов, с которыми в Европе даже в летную школу на коммерческую лицензию не берут, а снова учите физику, даже если закончили в из тех с отличием. Вам 30 лет, вы начали летать на самолете и поняли, что профессия юриста больше вас не греет, а всю жизнь вы по-настоящему мечтали стать летчиком, тернист вас путь в России. Росавиация никогда не даст вам учиться так же, как Шарлотту и Турель. Если у вас 250 часов и лицензия ППЛ в кармане, это ничего не значит. Вы пойдете учиться в государственное учебное заведение на ближайшие 3-4 года. Вместо распространенных в США и Европе годичных курсов с частичным заочным изучением теории, вам придется 3-4 года учиться очно. Это, конечно, в принципе, весело. Я бы, на самом деле, сам окунулся с удовольствием в юность, в 17 лет, и с удовольствием сплясал бы с веселыми ребятами из Ульяновского училища. Курсант Ульяновского института гражданской авиации «Щеголь-0». Где искали вдохновение, понятно. В основе известный клип Беневинаси «Сатисфэкшн». Только вместо полуобнаженных девушек будущий пилот гражданской авиации. Это издевательство. Я бы даже сравнил это с Пусси Райтом, который вот там глумилец в храме. А это храм науки. Нам споро или нет, неизвестно, но если парни хотели выделиться оригинальными, стать уже не получилось. Видео в стиле БДСМ-вечеринки при участии саперной лопатки сняли еще в 2015 году британские военные. В авиационном институте обещают провести разбор полетов и принять меры. Гарантируют пилоты вылетят все. Только не уточняют, о каком именно вылете идет речь. Наталья Соловьева о голых и не смешных. Я, кстати, их целиком полностью поддерживаю. Даже в свое время в Африке сфотографировался на планере и сказал, что ух, потому что это молодость. Кто из нас не учудил в молодости? Это нормально. Но мы про учебу. Из поступивших в училище практически никто не умеет летать. А добрая треть поступила не потому, что мечтает летать, а просто потому, что слышала, что пилотам типа платят много денег. Но и идти же надо куда-то после школы. И теперь хорошая новость. Обучение бесплатное по конкурсу аттестатов. поступить может любой. Аттестат признается любой. Вот у вас аттестат, например, там друг купил в летние 90-е, он признается. А если даже не повезло и в аттестате там четверки, можно спокойно пойти в вечернюю школу, поучиться годик, исправить их на пятерки и поступить на бесплатное обучение на пилота лайнера будущего. Классно? Классно. Очевидно, что желающих очень много. И балл там высокий 5, и отбор строгий. Но по сути вот именно такой отбор людей, которые никогда не летали, не приемлем. Потому что не всем дано летать. Не обижайтесь, но действительно летать дано не всем. Так же, как петь, так же, как на гитаре играть и что-нибудь еще. Полет это все-таки искусство, это не операторская деятельность, это искусство не всем дано. А поступает человек, он даже не знает, будет он летать или нет. Он просто захотелось, он поступил. На мой взгляд, такой отбор в авиацию не приемлем. Да, конечно, училище отсеет какое-то количество, там строгий отбор, психологи работают и так далее. Но по словам моих знакомых, которые учатся в училище, ну и говорит, Игорь, минимум четверть нужно держать от авиации подальше, чтобы никогда сюда не попали. А они учатся, возможно, получат лицензии и будут возить вас. И на каждого такого пилота государство потратит 4-7 миллионов денег, налогов, которые вы платите. И только какая-то часть пилотов будет летать, часть просто сразу возьмет и пойдет в менеджере, но не хотел человек летать. Так, начал, уже затянуло, полетал, получил диплом, ладно, займусь чем-нибудь другим. Часть, которая пошла именно с мечтой летать, действительно будет летать хорошо. А остальные, остальные тоже будут летать. Но, честно говоря, извините, друзья, пилоты, извозчиками, они честно нанялись за деньги и честно будут осиживать тренажеры, повышать свою квалификацию, как положено. Но делать это, как бы так, правильнее так сказать, на ись, просто потому, что так нужно. То есть, у них нет мечты летать, у них нет искры. Они просто осиживают свою работу, выполняют ее в меру хорошо. Но им не интересно совершенствоваться. Они просто работают. И вот как раз эти люди, причем они становятся все более и более равнодушными. И вот эти равнодушные люди, равнодушные пилоты, и есть самое страшное, что готовит Росавиация. По сути, это пилоты потенциальные убийцы. Люди, которые летают просто потому, что пришлось. Потому, что вот такая работа. Кто-то таксистом работает, а кто-то пилотом. В авиации такого быть не должно. Летчик, это немножко, извините, но от бога. То, что в авиации идут юноши и девушки со 150-ми часами налета в кармане. кстати, менее страшно. Они попадут в авиакомпании, их поставят стажерами, погоняют на тренажерах, научат, подтянут, посадят, в конце концов, вторыми пилотами, к опытным пилотам более. И дальше они будут летать, совершенствоваться, дорастут до первых пилотов, командиров воздушных судов. И все будет хорошо. Это, конечно, довольно прилично нарушает вообще сам принцип экипажа, который состоит из двух пилотов. Ведь по идее для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, пилоты перекрестно контролировали друг друга, помогали друг друга. Ну и в трудный момент там сердечный приступ. Второй пилот должен полностью взять на себя роль командира воздушного судна. Ну а что может юноша после 150 часов в летном училище, из которых он там все налетал за три года. Еле-еле душа в теле. На мой взгляд, это неправильно. Как было бы правильно? например, как в США, когда хрен попадешь ты в авиакомпанию, если у тебя налет меньше полтора тысячи часов. Но тут другая проблема. А где были бы в России налетать полторы тысячи часов? Нету авиации общего назначения. Она угроблена. Поэтому даже если бы хотели вот эти юноши и девушки, выпущенные из училищ, полетать, налетать полторы тысячи, там почту возить, еще что-нибудь делать, но этого практически ничего нету. То есть там в каком-то минимальном объеме. Совершенно не в таком объеме, который присутствует там на рынках Соединенных Штатов Америки и Европы. Почему же в России учат не так, как во всем мире? Ну, аргумент разувиации просто как дремучий лес. Регулятор считает, что невозможно воспитать нормального пилота вне стен государственное учебное заведение, где у вас там будут такие настоящие сонные лекции, так как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Там аудитории с макетами двигателей, которые вы будете там изучать какой-нибудь там МП, там какой-нибудь моторчик и так далее и тому подобное. Мало того, летать-то курсанты начинают на там, дай бог, на втором году обучения. Мне писали ребята, что они на пятом году обучения летать начали, а все остальное время они учат теорию. Я, как практикующий инструктор, могу вам сказать, что теория это вообще ничто без практики. Без практики теория просто забывается. Мозг человеческий так устроен, что он просто забывает, чем не пользуется. Вот вы выучили что-нибудь, а потом чпунь забыли. Не верите? Ну вот вспомните, например, в синусе там тангенс, чему равен 45 градусов. Вспомните? Я даже не помню, например. Хотя у меня там красный диплом Харьковского авиационного института с отличием. Не пользуюсь, поэтому забываю. Реальное осознание и понимание теории приходит только с практикой. Иначе просто выучил, сдал, может так важны формы и дух училища. Не спорю, что некоторая дисциплинка не помешала бы пилотской вольнице и спепель в кармане. Когда я учился в Литве, получал лицензию на легкий самолет, параллельно в кафе постоянно сидели ребята, которые учились на коммерческих пилотах. Было на них приятно посмотреть. То есть такая форма красивая, инструктора такие все солидные. И вот как-то это задавало, наверное, какой-то такой хороший тон. И выглядели они счастливыми. То есть они сидели в этом кафе, разбирали за чашечкой кофе свои полеты. Видно, что много летали. Видно, что шла работа. И как-то все это очень плотно двигалось. И у них всего год на это. То есть научиться, выучить теорию, отлетать, сдать. Но так ли обязательно в гражданском училище казармы, линейки и построения девочки в уродливых бушлатах и только с утвержденным руководством оттенком чулок. Метлой помести, бордюры побелить. Все, чем-нибудь заниматься, лишь бы не летать. Соглашусь, что у 17-летних юношей, возможно, такое формирует как раз какой-то правильный там скрепный подход к авиации, о котором мне столько говорил мой друг Андрей. Но для состоявшегося человека в 30 лет но мундштрай казарма точно избыточны для состоявшего человека, который в 30 лет понял, что хочет изменить жизнь и связать ее с авиацией. Ему нужно просто повысить свой уровень от PPL от частного пилота до коммерческого пилота. Зачем ему в самые эффективные годы его жизни тратить 3-4 года на очное обучение? Зачем? Почему? Какая причина? Еще лет 5 назад, друзья, все было по-другому. Тут ведь даже мои мечтатели летать смогли сэкономить российскому бюджету как минимум 40 миллионов рублей. Пилоты, которые начинали летать на параплане, шли дальше учились летать на самолете, а потом, имея среднее и высшее образование, шли в частную школу Человия, получали лицензию коммерческого пилота и шли в большую авиацию. Ну, или в какую-нибудь другую школу, аналогичную Человия. Человия в данном случае как некий показательный пример, как за год-полтора готовили до уровня коммерческого пилота на замечательных, ухоженных итальянских самолетиках Текам и стоило это в три раза дешевле, чем в государственных учебных заведениях. При этом государственным учебным заведениям кто-то втридорого продал самолетики Даймонд, которые отличный, замечательный самолет, но извините, он абсолютно не годится для обучения, чтобы его долбили об землю студенты с налетом, дай бог, там 150 часов. И именно поэтому этот замечательный самолет старались изо всех сил беречь и был какой-то период, когда курсанты в российских государственных учебных заведениях летали типа сам. Что значит типа сам? Это когда ты летишь сам, но у тебя рядышком на соседнем кресле сидит или инструктор, там, закрыв глаза, или такой же студент, как, собственно, обучаемый, только она там на несколько курсов старше. Говорят, что сейчас эта порочная практика прекращена и это хорошо, потому что любой летчик вам может сказать насколько важно когда-нибудь вылететь самому и почувствовать вот себя в режиме один в самолете. Поначалу Росавиация хвалила Человия, ведь объем подготовки в данном учебном заведении превосходил немножко государственное. И до 2016 года чиновники Росавиации уверенно ставили подписи под лицензиями выпускников Человия. Все было замечательно и хорошо. Но упал Казанский Боинг. И при расследовании катастрофы выяснилось, что у пилота была поддельная лицензия выданная в Санкт-Петербурге в 2009 году. Это было давно, как говорится, но Росавиация начала такую яркую мощную охоту на ведьм, потому что кто-то же подделал эту лицензию, мочить так всех сразу. Ну и досталось на рейхе всем. И усилила эту ситуацию конечно катастрофа Ан-148 Саратовской авиалинии. И вот тут наверное на этой катастрофе стоит остановиться подробнее. Уж больно она показательна. Итак, что же случилось на Ан-148? При взлете пилоты забыли включить обогрев приемников воздушного давления. Вот как выглядят приемники воздушного давления например на нашем планере. Два из них расположены в хвостовой части планера и один приемничек расположен в носовой части планера. В нашем планере естественно нет никаких противообледнительных систем, потому что в условиях обледнения мы не летаем. Но был случай когда я поймал лед в плохих метеоусловиях на трубках и потерял информацию о скорости полета. То же самое случилось на Ан-148. Что же делать пилоту если информация о скорости некорректна? Ну если это планер то очень просто мы можем получать информацию банально открыть форточку высунуть флапу то есть по шуму ветра можно легко определять скорость. Вторая информация очень важная это собственно угол тангажа с которым летит планер. То есть если нос планера опущен вниз под определенным углом то планер естественно будет сохранять какую-то скорость полета. Помогает в этом еще авиагоризонт. И вот увеличивая тангаж то есть наклоняя нос самолета вниз видите как мы можем разогнать планер самолет и увеличить скорость. Вот сейчас тангаж 30 градусов. Именно тангаж 30 градусов в итоге сделал командир воздушного судна Ан-148 в попытке удержать скорость в корректном диапазоне. Приемники воздушного давления Ан-148 постепенно замерзли и отказали. Командир воздушного судна получал неверную информацию о скорости и постоянно пытался его увеличить потому что ему показывало все меньше меньше льдом обрастает датчик показывает маленькую скорость маленькую командир воздушного судна ратчурдовал себя обеспечивал был момент даже нулевую перегрузку невесомость и отклонил настолько сильно нос самолета вниз то есть итоговый тангаж был 30 градусов хотя на Ан-148 он разрешен всего лишь 10 при этом вот это туннельное состояние которое схватил командир воздушного судна оно ему не позволяло обратить внимание на какие-нибудь другие параметры посмотреть на авиагоризонт и увидеть что вообще нос самолета воткнут землю послушать какие-нибудь подсказки которые ему говорил второй пилот он только делал такой туннель и он делает то что делает это страшно потому что что такое тангаж 30 градусов я вам сейчас покажу итак друзья я набрал необходимую высоту и готов продемонстрировать вам что же такое пикирование с углом тангажа в 30 градусов у меня есть авиагоризонт можем считать тангаж 0 я опускаю нос 10 градусов 20 градусов вот он тангаж 30 градусов я пикирую посмотрите как пикирует планер землю 200 скорость 240 если мы не вытемное ограничение у нас будет флатер и разрушение планера я тангаж уменьшаю ручкой на себя ставлю положительный сбрасываю скорость планера именно это и хотел сделать второй пилот повторю еще раз тангаж 10 градусов тангаж 20 градусов вот он искомый тангаж 30 градусов посмотрите как быстро разгоняется планер конечно у него чистая аэродинамика это не ан-148 но у ан-148 запрещен такой тангаж я выхожу иначе планер разгонится до скорости на которой начнется флаттер отвалятся крылья в общем все мы умрем вот такой вот вам экскурс в пикировании на высоте 1500 метров сработала сигнализация земля рядом квс был неадекватен он продолжал давить штурвал от себя и тогда на высоте 1200 метров управление вмешался вопреки субординации второй пилот и начал тянуть штурвал на себя два пилота на лайнере именно для того чтобы они могли перекрестно контролировать друг друга и вырабатывать правильные решения так получилось что более корректная информация о полете была на приборах второго пилота но он так и не смог достучаться до командира воздушного судна и на высоте 1200 метров вмешался в управление лайнером на высоте 1200 метров в кабине А148 два пилота боролись за управление лайнером командир воздушного судна давал штурвал от себя второй пилот давал штурвал на себя и если бы победил второй пилот то были шансы и катастрофы можно было бы избежать очень рекомендую почитайте отчет Межгосударственной авиационной комиссии страницы с 83 по 102 отчет написан прекрасным русским языком легко читается и из него очень легко можно понять как вот несогласованные действия двух летчиков плюс культура работы авиакомпании вот так просто могут стать реальной причиной страшной авиакатастрофы расследование авиационных катастроф очень важный труд множества людей и очень 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 полезный потому что именно накопленный опыт позволяет избежать катастроф в будущем именно поэтому очень плохо когда к расследованию авиационных катастроф примешивается политика в России до сих пор есть два неразобранных случая первый это катастрофа Ту-154 в Сочи которая произошла в 16-м году началось расследование которое благополучно в 19-м году опаньки перенесено в раздел гостайны то есть мы не узнаем почему разбился этот самолет это засекречено почему это засекречено потому государственная тайна второй случай это посадка А321 в кукурузу не насмотря на то что прошло почти два года расшифровки черных ящиков нет не опубликованы расследование не закончено что мягко говоря странно при относительно целом самолете отсутствии погибших валить на то что из-за коронавируса никак не могут доделать орнотологическую экспертизу там какая чайка куда в какой двигатель прыгнула ну не знаю сомнительно парады проводят а вот это сделать невозможно почему-то но вернемся к кроссавиации после показательного разбора летного происшествия Сан-148 легко понять действия регулятора буквально в клочья разгромившие все учебные центры там начиная от Человия заканчивая там совершенно безобидным таким патриархальным авиационным учебным центром планерным в Пахомово в котором я имел честь учиться и при этом я иногда немножко горжусь что одна из самых последних лицензий выданных в России выдана мне я ее храню как обычно чиновники работали наверное как могли они возможно даже искренне считали что спасают чьи-то жизни ограждают от каких-то страшных там пилотов потенциальных убийц и так далее и тому подобное без суда просто вот обычным решением опубликованным на сайте Росавиации было аннулировано 550 лицензий мало того там разглашена личная информация что уже само по себе преступление в авиацивилизованном мире такое просто вот ну немыслимо но правда регулятор утверждает что вообще в мире живут и люди совершенно другие она утверждает что в Соединенных Штатах Америки там слеты получаются когда там тысячами борта у нас летается там Ошка что-то же в одно место организуются красивейшие выставки слеты это все только потому что там пилоты дисциплинированные и что там люди другие но вот не то извиняюсь быдло которое бедные Росавиации досталось во мне так это попакивают расизмом и при этом интересно что в той же Украине наблюдается уже несколько лет такой активный рост авиации обживного значения количество летных школ людей которые просто учатся летать и чем это объяснить там люди другие живут или там регулятор другой не Росавиация где-то конечно Росавиация немножко права и уровень порой авиаразгильдяйства в некоторых областях в некоторых компаниях зашкаливает достаточно вышеупомянутый отчет план 148 почитать но вот действия которые предпринимает регулятор действия они какие-то совершенно такие вот дуболомные такие взять и все запретить просто вот взять вот это все запретить это закрыть это вот просто вот устранить полеты это конечно самый-самый эффективный вообще способ обеспечения безопасности полетов тут вот я думаю никто спорить не будет однако способ устранить полеты практически не реализуем можно придумать массу противоречивых трудноисполнимых законов которые позволят летать такой горсточке пилотов там часть из них просто упорная такая которая просто пройдет продерется через эти дебри а часть какая-то будет просто богатая а что сделать остальные остальные просто уйдут в авиапартизаны и сейчас авиапартизанов в России сколько 70% а дальше начинается летный беспредел потому что там берет вот этот измученный тем же футболом авиапартизан и о пикирует на кортеж Мирадьки так шутливо вряд ли он там использовал тот же тангаж 30 градусов но Мирадька что делает устным распоряжением так вот чпунь берет и закрывает аэродром Кудинова потому что ему показалось что оказывается там белая цесна могла могла взлететь с этого аэродрома поэтому просто берет закрывает я царь я хочу закрываю хочу звезду дарю хочу там еще что делаю там слушайтесь холопы это путь в никуда это правовой тупик это беспредел легко понять что вот в этой извечной гонки за какой-то бюрократической бумажной безопасностью Росавиация приканчивает мудрую формулу мечты летать то что позволяет делать полеты безопасными от модели к планеру от планера к самолету раньше был огромный мир мечтателей летать который создавал огромное количество подпилотов и позволял выбирать лучших из хороших пилотов выбирали очень хороших а потом лучших просто потому что было из кого выбирать огромный конус роста на вершине которого была элита это лучшие люди из авиации те люди которым доверяли возить самое ценное пассажиров при текущей системе подготовки пилотов только в госучилищах в итоге выпускается очень мало пилотов а только на восполнение естественной убыли нужно гораздо больше пилоты достаточно возрастные они перестают проходить в лэг да и в россии в лэг проходится после определенного возраста в стационаре нужно ложиться на неделю-две в стационар это стоит приличных денег это может платить авиакомпания а когда авиакомпания перестает платить не каждый пилот захочет проходить именно так а он мог бы работать инструктором а он не будет потому что зарплата инструктора смешная я даже озвучивать не буду потому что раскохочетесь уже завтра вы рискуете летать с пилотами которых мало и они в дефиците потому что летает уже не тот кто должен а тот кто просто может летает заметьте не всегда хорошо основная мысль система должна работать так чтобы у авиакомпании была возможность выбирать на чем выбирать лучших а это невозможно без огромного количества там тех же частных летных школ значительного увеличения выпускаемых коммерческих пилотов да просто пилотов обычных и часть из них пойдет станет коммерческими пилотами без этого мы рискуем летать небезопасно мой друг подарил мне несколько дорогих часов на авиатренажере в учебном центре где я с прекрасным инструктором чуть-чуть заглянул в мир большой авиации то есть я пилотировал вот этот огромный там авиалайнер мне несколько раз удалось там на нем взлететь зайти на посадку я увидел этот грандиозный совершенно фантастический объем действий который выполняют пилоты вот это огромное количество проверок действительно там гигантская работа поэтому когда говорят что там да там типа там этот пилот там что там джойстик на автомат поставил оно само летает ничего подобного пилоты реально пашут и поэтому вот этому всему нужно учиться то есть они учатся этому огромному количеству действий при этом они должны еще хорошо просто хорошо летать летает не автоматика летает пилот который грамотно использует эту автоматику и поэтому очевидно что именно подготовка пилота по сути важнейший элемент безопасности полетов и подготовка это должна вестись не только таким натаскиванием на ситуацию и на правильно реагирование на нее по чек-листу но еще параллельным пониманием процессов а почему вот почему нужно реагировать и действовать именно так только при таком обучении человек может выработать у себя механизм интуитивного принятия решения там для какой-то ситуации которая просто не описана в правилах когда мы находим восходящие потоки я всегда рекомендую моим студентам думать почему именно здесь почему именно так и строить модель работы горного склона и атмосферы и такая построенная модель там 10 раз тысячу раз несколько тысяч раз на какую-то очередную тысячу раз рождает совершенно волшебное чувство интуиции не знаю чутья какого-то вдохновения то есть вы принимаете решение интуитивно я не знаю почему здесь поток я просто вот почувствовал это что он здесь это высший наверное уровень знаний высший уровень умений кстати именно планер отвечает на многие вопросы из аэродинамики динамики полета как сказал мой друг КВС инструктор А320 который учился у меня Игорь говорит я бы к тебе поголовно всех запихнул там недельку поплевать прочистить мозги я не представлял насколько яркий может быть полет какие могут быть ощущения и сколько это может дать пилоту для дальнейшего самосовершенствования это же лучше любого тренажера и только сейчас я понял как можно летать по-настоящему бывало КВС на планере немножечко укачивало это нормально два дня его тошнило зато следующий 5 он летал абсолютно счастливым но хватит друзья грустным кто виноват у нас впереди самая веселая часть что же делать я думаю сто процентов найдется какой-нибудь деятель который скажет Волков ты редкий балабол трындеть и критиковать каждый может а ты что-нибудь сделай тогда читай все сделанным в Российской Федерации прекрасно работают созданные мной за 20 лет летные школы лебедки на которых летает огромное количество этих летных школ те же 10 пилотов которые летают в большой авиации это тоже мой маленький вклад вот в это все и возможно вы когда-нибудь уже летали с теми пилотами которых в первый раз отправил в небо я все это создавалось без помощи государства но оно все-таки немножко помогло слуги государевые как-то предложили мне делать мои гидролитические лебедки там где надо как надо за сколько надо чтобы было ну там как вы понимаете делить что надо и ну что я сделал я отказался плюнул продался к чертовой матери в 2014 году и уехал ну потому что на мой взгляд вляпаешься никогда не отмоешься я думаю что от этого выиграли все зрители вот этого канала мечта летать потому что я могу сейчас летать по вот этим чудесным альпам и показывать вам их красоту мало того я делаю наверное даже больше чем мог раньше благодаря моим роликам о вот этих вот всех небесных приключениях о возможности летать без мотора узнает огромное количество пилотов я это тоже считаю своим вкладом зажигать огнем авиации сердца это очень круто но я не сдался я люблю делать что-то и руками мы с моим другом Александром Кулешовым сделали первый в мире реактивный планер в классе 115 килограммов на котором можно летать без лицензии и без медицинской комиссии сел и полетел это первое на данный момент этот планер серийно выпускается авиакомпанией авиастроитель любой желающий может его приобрести и на нем летать при этом повторю не нужно получать пилотскую лицензию ну вы сами понимаете что учиться летать как раз это нужно для популяризации мечты летать мы запустили проект однотысячной мечты мы строим двухместный пилотажный реактивный планер на котором установлен комплект для людей с ограниченными возможностями инвалидов мы подкроем дорогу в небо тем кто никогда не мог ну опять же по мнению русавиации им не дано летать они летать не должны мы купили планер на котором европейский комплект оборудования установлен и люди инвалиды смогут на нем летать это два и самое главное в этом году мы начинаем проект с двухместным планером в классе 115 килограмм вам кажется это малореально но современные технологии углепластики легкие синтетические ткани позволяют как бы шагнуть на следующий виток спирали то есть вернуться к тем планерам которые были сто лет назад такие квадратные угловатые но сделать их легче и поместившись в 115 килограмм во первых их можно будет тягать легкой лебедкой электрической которую мы тоже создали это все выйдет из вот этого избыточного поля регулирования Росавиации ну и позволит более легко нести эту вот мечту летать не знаю по всей России просто потому что появится такая возможность чтобы сделать летную школу не нужно будет устраивать огромные там пляски с бубнами можно будет просто сделать летную школу вы скажете это утопия люди разучились мечтать о полетах мне кажется нет пока все за что я берусь все о чем я мечтаю каким-то образом да сбывается поэтому я верю в эту идею мы точно победим вы спросите Игорь зачем тебе все это я отвечу очень просто нравится мне нравится у меня есть знакомый блогер который владеет цесной и абсолютно легально не летает мало того он об этих полетах многое и красиво пишет рассказывает о трудностях то есть трудности есть ловит взяточников поймал чиновника на аэродроме Мятчикова который вымогал у него взятку такого пилота я уважаю он делает реально яркое и красивое дело а вот что мне не нравится это когда люди болеют стокгольмским синдромом и готовы оправдывать действия насильника росавиации там радоваться каждой вот этой бумажке которую они получили а я получил бумажку сейчас еще одну получу и вот после этого заживу долго и счастливо ну и что что в европе слг делается там за несколько часов там пара бумажек и всего лишь там 300 евро зато у нас делают не какой-нибудь там инспекторишка а наставляющая солидная организация там несколько килограмм бумаг и тысяча евро понятно вот такой килограмм бумаг как можно заплатить меньше тысячи евро ну все все у нас настоящая слг только вопрос в том что инспекторишка который в европе работает вот этот планер вот он реально его обнюхивает засовывает его везде какие-то зеркальца и прочее и делает я уверен в этом плане на весь год а то что лежит вот такая пачка бумаг красивых ну мне от них не знаю ни холодно ни горячо может быть пилоты самолетов считают что вот эти бумажки способны ему там безопасность поднять ну и что что в европе в лэк на второй клад занимает вот реально я проходил 30 минут и стоит это 80 евро делает это один специалист в одном кабинете это очень быстро очень просто зато в россии вы потратите на это 3 дня и все предели и 12 тысяч и понятно за что 3 дня бегаешь и потом эту бумажку получил чувствуешь ооо добыча все серьезно ни одна пилотская сволочь не проскочит мимо врачебных врат у нас нету здоровых у нас есть недообследованные ну и что что в пространстве гольфа европейском можно взлетать когда угодно как угодно без подачи заявок и флейплана зато у нас сразу все понятно как взлетел и за что сел вот понимаете придумывание себе вот этих оправданий а вот у нас а вот потому что у нас там люди плохие люди кривые вот это вот абсолютно кривое оправдание нужно честно говорить херня ерунда глупость люди хорошие я бы даже сказал замечательные иначе бы нас только не летало а будет летать заметьте еще больше почему потому что даже сейчас вот работает аэродром щекина планерный который несмотря на то что ему очень хорошо помогает государство оно вводит за планер здесь налога на планер нету а в российской федерации налог на планер есть за воздух вы должны будете провести через суд наше новое распоряжение так как в прошлый раз вы уже оповестили этих бездельников всяких там слив луковиц кабачков и прочий сброд что не только земля нашей деревни но и воздух является нашей собственностью поэтому все кто дышит должны платить нам деньги за аренду воздуха вышеупомянутые граждане повинны вносить арендную плату за все виды сырости чудесно это значит инии и роса а сумма получается внушительная может или не хочет платить пусть не дышит то что он летает в воздухе есть налог и за вильгу есть там вильга за каждую лошадиную силу вот такой вот налог и все эти налоги платит планерный аэродром на каждый планер который работает на аэродроме который сдается в аваренду нужно оформить СЛГ которая ну как вы помните там в районе 1000 евро стоит да эти все расходы ложатся 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 но все равно аэродром летает учатся пилоты потому что вот эту мечту летать мне кажется просто не победить и нас во многом летают не потому что а вопреки к счастью Россия всегда была сильна энтузиастами с поистине безграничным терпением которое все таки может кончиться и мы все равно будем летать вопреки а вы друзья вы можете помочь как напишите запрос в Росавиацию просто спросите а как получить лицензию на планер вот есть великая страна Россия в которой ну конечно вот там немцы там летающих 600 тысяч человек и они там в год можете представить если летает 600 тысяч сколько они получают лицензий а в Российской Федерации за три года крайних не выдана ни одной планерной лицензии вот напишите в Росавиацию почему 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 так получается что у нас такая большая замечательная сильная страна и вдруг вот планеристов ну мало того что отстаем от Германии так и как бы не догоняем вообще никак а можно сказать даже наоборот угоняем назад напишите спросите я почти уверен что вам ответит Росавиация скажет что вы знаете нужен настоящий боевой учебный центр в котором нужно будет учиться знаете как учиться 200 часов теории очные как любят Росавиации не заочные вы не можете дома посидеть посмотреть ролики там в ютубчике там еще что-нибудь лекции которые кстати толковых достаточно много есть а да даже в конце концов программу пройти удаленно там по какому-нибудь сверхсовременному там зуму там или еще почему вы это не можете Росавиация говорит что нельзя вы должны все это делать очно вы должны сидеть на лекциях а на этих лекциях должен сидеть преподаватель и преподаватель непростой сертифицированный такого преподавателя еще нужно где-нибудь как-нибудь добыть потому что это исчезающий вид вот такие преподаватели и преподаватель в принципе денег должен стоить таких немаленьких и все это в сумме приведет к тому что сейчас вот расчетная стоимость обучения на планере ну так 1500 будет полмиллиона для того чтобы научиться летать на планере ну как-то вот мне кажется это многоватенько с учетом того что вот сейчас в клубах ДУСАФ который существует работает по вот этой программе ДУСАФ обучение там стоит 200 тысяч вот Росавиация считает чтобы получить легальную лицензию с которой можно летать в Европе за это нужно платить не 200 тысяч а полмиллиона вот спросите почему попробуйте кстати еще замечу чтобы авиационный учебный центр работал нужны кто инструктора по российским законам инструктор летающий на планере должен иметь влэк первого класса не так как у меня сейчас второго а первого таких инструкторов я вам скажу мне кажется даже вообще нет не будет вот сейчас надо посмотреть но малореально unbelievable клаус друзья шикарный совершенно поток шикарный набор и вы знаете в чем парадокс текущего момента что у нас на борту два инструктора это клаус 62 рекорда мира 60 тысяч часов налета скромный его ученик с 9 тысячами часами налета и мы с ним не могли бы быть инструкторами в России знаете почему потому что нужно играть первого класса вот поеду я например в Россию или клаус хочет на Камчатку приехать и полетать инструкторами мы не можем потому что нет первого класса и первый класс ни он ни я уже не пройдем и представьте как тяжело сейчас кумить сложно даже представить как это кумить можно потому что чиновник который будет принять ставить подпись он скажет ну а если кто-нибудь из этих инструкторов и на реинкарнацию а что со мной а потом скажет что инструктор кони длинные в полете ученики вот там например там что-то с ним случилось хотя в принципе мы всегда так учим чтобы ученик там буквально уже на 34-й день смог сам приземлить пламер и чиновник до этого не знает он то знает а что будет если если что-то будет поэтому не или нет все первый класс вы же инструктора вы же элита кость голубая кровь белая кость только зачем нам этот первый класс мы что в космос собрались или пассажиров возить боингами это капкан дно потому что за 3 года не выдано ни одной лицензии нет лицензии нет проблем 100% бумажная безопасность но вы думаете пилотов нет не получают пилоты лицензии где-то в другом месте получают едут во Францию сдают экзамены получают европейскую лицензию усиливают экономику Франции ну то есть такое ощущение складывается что Росавиация это кто? иностранный агент потому что она работает на экономику Республики Франция люди приезжают оплачивают обучение оставляют свои деньги в кафе ресторанах супермаркетах поднимают экономику которую могли поднимать где? у себя на родине во всем мире авиация общего назначения клад для экономики это создание новых рабочих мест инфраструктуры аэродромов снабжение труднодоступных регионов авиатуризм сельхозавиация пожарная авиация множество огромное множество вариантов работы гражданин пожелавший стать пилотом это вообще радость для государства потому что он повышает уровень собственного образования самосовершенствуется он учит языки он следит за своим здоровьем чтобы в конце концов на следующий год еще раз пройти в лэг отличный гражданин замечательный радость для государства на данный же момент Росавиация это могильщик авиации общего назначения чтобы понять друзья моста бедствий достаточно посмотреть на карту посмотрите сколько действующих аэродромов и реально летающих самолетов и пилотов на той же Аляске и сколько на всей территории Российской Федерации вы ужаснетесь и кто виноват в этом? плохие люди которые живут в стране да? нет я сомневаюсь мне кажется виноват регулятор который регулирует этот вид деятельности в стране а этот регулятор Росавиация иногда друзья смотришь и кажется ну вот все вот хуже быть точно не может но вот у меня врожденный оптимизм он мне всегда подсказывает Игорь может и я был прав в этом году зимой закрыли уникальный аэродром Кисловодский из которого летали в рекордные полеты на Эльбрус этот аэродром закрыт и сейчас на нем будут теплицы ну в стране очень много аэродромов и очень мало теплиц наверное такое вот регулирование в авиационном регулировании все так запуталось что дело дошло до чего? до паровой такой гильотины когда отменили старые законы ну и по идее вместо них должны принять такие мудрые классные исполнивые замечательные новые ну мы поживем увидим но пока вот из всей мудрости это то что на аэродроме Щекино штрафуют за отсутствие свидетельства летной годности а летную годность невозможно получить потому что старые законы уже не действуют а новые еще не действуют но штраф брать можно нет же с ЛГ нет штраф брать можно летчики которые химики лесники тоже с такими стонами начинают сезон потому что ну все было как бы отменено вроде как должны быть новые законы но их они как бы есть но они как бы еще не работают и поэтому в таком полуручном режиме все более-менее отладили где-то там что-то почистили где-то подтянули где-то там но я не буду говорить что еще там можно было бы сделать в итоге летают но летают все-таки криво возможно я сейчас наговариваю возможно там пройдет год два-три и действительно там все это заработает прекрасно и будет все хорошо дай бог дай бог но пока на данный момент как-то вот все более чем печально друзья я не хочу очернить государственный орган я просто хочу показать вам уровень ляпов организации которые вы содержите за ваши налоги то есть вы платите за то чтобы они работали и мне кажется работают они плохо и соответственно вы вправе потребовать сказать почему вы так плохо работаете работаете лучше просто должны это потребовать написать дайте планерную лицензию я еще раз хочу подчеркнуть что делаю это видео не для того чтобы ну там сделать какой-то паспорт типа как же плохо там все в России ну нет и если вам так показалось задело какие-то патриотические чувства ну пожалуйста будьте объективны перенесите пожалуйста вот ваш гнев туда куда надо на регулятор а не на меня и попробуйте что-нибудь сделать как я уже говорил можно начать просто с запроса это видео сделано для того чтобы как можно больше людей узнал о том почему на самолетах может стать страшно летать если ситуацию не изменить реально прямо сейчас в корне помогайте распространять авиацию учитесь летать агитируйте за полеты и может быть тогда вот какая-то критическая масса нашей вот этой позитивной мечты летать она превысит какой-то рубеж и вдруг она вселит оптимизм в уставших бюрократов из Росавиации они так раз раскинут руки вспомнят как они летали тысячи часов и вот возьмутся за работу свою по-настоящему вот от души как надо знаете вот с энтузиазмом и через некоторое время на Сахалине и Камчатке будет летать столько же пилотов и самолетов как на Аляске и я верю что пилотом вашего авиалайнера будет пилот от бога настоящий профессионал с мечтой летать в счастливых от неба глазах присоединяйтесь к мечте летать друзья доброго вам неба если это видео вам хоть чуть-чуть понравилось мне кажется это самый удачный момент чтобы послать ссылку хорошему другу помогайте распространять вместе мы сила эхей до новых встреч присоединяйтесь к мечте летать друзья доброго вам неба